В рамках проекта «Бетшилок Пинкель-СМ» инициированный Акимом области, Бердебеком Сапарбаевым, информационно-разъяснительные группы встретились с жителями Курдайского района, провели анализ актуальных проблем в различных сферах. Результаты были обсуждены на прошедшем селекторном совещании по председательству главы региона. В состав информационно-разъяснительных групп вошло 107 человек, среди которых представители государственных и правоохранительных органов, прокуратуры, этнокультурных и неправительственных объединений, институтов поддержки предпринимателей, депутаты и мамы. В селах Курдайского района они провели встречи с населением, выслушали их предложения и жалобы, были организованы культурно-массовые и спортивные мероприятия, общественные приемы, работали консультационные площадки, сотрудники местных исполнительных органов получили методическую помощь. Группы работали по пяти направлениям, провели разъяснение государственной политики, изучили социальные проблемы, вопросы в религиозной сфере, работу местных правоохранительных органов, развитие бизнеса, насилие. Вторая группа во главе с руководителем управления координацией занятости социальных программ Тимуржаном Нурамбетовым помогла семьям оформить адресную социальную помощь, трудоустроиться безработным, сельчанам с особыми потребностями получить путевку в санатории и обязательные гигиенические средства. По программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Янбек» пять человек, направленные на краткосрочное профессиональное обучение, трое устроились на общественную работу, четверо – на социальную, двое проходят молодежную практику. 15 сельчан получают консультации и работают над бизнес-проектом для получения грантов. 11 семей готовы переехать на север страны. Также проведено медицинское обследование населения. Двоим жителям дали квоты на операции. По проекту «Бейбачлихпенкельцем» будет создана дорожная карта Курдайского района, куда войдут все темы, которые были обсуждены на совещании. Аналогично такие же мероприятия пройдут и в других районах. Главная наша цель – мониторинг общественно-политической ситуации, выявление и решение волнующих местное население проблемных вопросов. Все ваши предложения должны быть тщательно разработаны и доведены до конца. Прошли также семинары по теме профилактики коронавируса, обязательного социального медицинского страхования. Заместитель руководителя Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Жан-Даулет Кенжебеков отчитался о работе третьей группы. В целях развития бизнеса в Курдайском районе будет реализован 51 проект на сумму 219 миллионов тенге. Поддержку окажут филиалы институтов развития. По его предложению в селах Масанчи, Суртубе, Аухате предлагается провести курсы предпринимательства совместно с региональной палатой предпринимателей, организовать отдельные семинары, чтобы жители знали обо всех мерах господдержки бизнеса. Руководитель Управления по делам религии Жан-Гильдэ Умаров рассказал, что четвертая группа провела встречи с прихожанами 62 мечети, 6 церквей. Разъяснены государственная политика в религиозной сфере и нормы законодательства. О работе группы правоохранительного блока проинформировал заместитель прокурора Жамбулской области Ханат Мамаев. Аким Курдайского района Рустим Дагулет заверил, что все замечания рабочих групп учтены. Ведется работа по их устранению.